Праздник традиционно проходит ежегодно на Очкаловской, у Вечного Огня, напротив Аллеи Героев, где увековечены великие авиаторы России. На площадке перед Дворцом культуры имени Валерия Очкалова, который в бывшем военном городке называют по старой памяти Домом Офицеров. В этом году перед началом торжественных мероприятий состоялось еще одно важное и ожидаемое жителями событие – церемония открытия обновленной улицы Гагарина. После ее масштабной реконструкции здесь появились асфальтированные пешеходные дорожки, велодорожки, лавочки, высажены деревья и кустарники, установлено видеонаблюдение. А на месте непростого подорожной ситуации, местные автомобилисты это очень хорошо знают, перекрестка была обустроена более безопасное круговое движение. Сделало власть нам тут хороший участок для отдыха, прохода, проезда. Приятно, красиво стало. Так что чувствуем заботу властей о нас. Здесь красиво сделали все. Понимаете? Я живу все на моих глазах. Все вот это вот происходит на моих глазах. День воздушного флота России в третье воскресенье августа для чкаловцев – это всегда праздник. Общий и для военных, и для гражданских летчиков. Кстати, большинство из них начинали как военнослужащие. Так же, как и для их родных и близких. Мы с Россией, да, его празднуют, во-первых. Это очень давно из истории пошел этот праздник. Вот. Для нас, это для нашей семьи, это как патриотический день сегодня мы его отмечаем. Вот мы пришли сегодня вот посмотреть на нашего папу. Вот он у нас там нарядный стоит. И вот наступает торжественная минута на Чкаловской военный парад. К застывшим в строю офицерам-летчикам ко всем собравшимся обращаются с приветственными словами почетные гости. Авиатор – это не просто профессия, это призвание и состояние души. Когда каждое решение, выполнение любой задачи несет колоссальный груз ответственности, но дает при этом и чувство сопричастности к эпохальным событиям, величайшему прогрессу нашей страны. Позвольте мне выразить глубокое уважение вам, стоящим сегодня в строю. Именно вы сегодня обеспечиваете безопасность нашей Родины и нашего мирного неба. На трибуне Галина Павловна Брок-Бельцова – легендарная летчица, жительница Чкаловской, ветеран Великой Отечественной войны. Она совершила десятки боевых вылетов в составе экипажа пикирующего бомбардировщика Пе-2. Мы видим героев сегодняшнего дня и вкладом в славную историю авиации явился подвиг наших молодых летчиков, выходцев из вашей среды Дамира и Георгия. Они вошли в историю победителей, стали ими, стали новыми героями. Чкаловские летчики – продолжатели дела великих авиаторов. Благодаря им страна имеет надежный воздушный щит. Вдоль строя офицеров-летчиков проносят знамя 8-й авиационной краснознаменной дивизии особого назначения. В параде участвуют и летчики Государственного летно-испытательного центра имени Валерия Чкалова. В 60-е, 70-е, 80-е годы, 90-е годы, 2000-е годы самолеты третьего поколения, четвертого поколения, самолеты пятого поколения. Это все то, что было сделано руками глистов, то, что прошло через руки глистов, то, что прошло через ВКС. Сделана огромная работа. На настоящий момент имеем наилучшее в мире оружие, наилучшее в мире самолеты и, надеюсь, что в лучшую в мире людей. И еще подарок чкаловцам. В ходе торжественных мероприятий в этот день во Дворце культуры была открыта музейная экспозиция, которая является авиационным отделом Щелковского историко-краеведческого музея. Здесь, конечно, это очень знаково, что филиал музея, посвященный авиации, а Щелковская земля, и в том числе Чкаловский, богата традициями, историей. Это очень знаково, это очень важно и полезно. Праздник получился замечательный. Весь день на площадке перед Дворцом культуры работали аттракционы, игровые и спортивные комплексы, а перед жителями выступали танцевальные и хоровые коллективы. Организаторы торжеств в этот день спланировали еще одно очень интересное мероприятие. Причем оно так масштабно проводилось впервые. На сцене ДК «Офицерский бал». И был он самый настоящий. Танцевали не приглашенные профессиональные исполнители, а чкаловские летчики и их жены. Андрей Циханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.